Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Марина Никольченко. Марина, медсестра и по совместительству модель. Марина, привет! Привет, Таня! Скажи, пожалуйста, кем и где ты работаешь? Я работаю в медицинской лаборатории медсестрой. А что ты там делаешь? В основном делаю забор крови для анализов. Еще различные манипуляции и процедуры. Но ведь брать кровь это очень больно. Наверное, люди, которые приходят, они там плачут, морщатся, особенно дети. С детьми достаточно сложно работать. Они очень часто плачут, плохо ведут себя. И приходится их уговаривать для того, чтобы сдать анализы. И как ты их уговариваешь? Используем различные приемы. Подаем им конфеты, грамоты, дипломы. А что за грамоты, расскажи нам? Грамоты за смелость и терпение при сдаче анализов. Дипломы. Я молодец, уколов не боюсь и что-то типа того. Что, кроме уколов, ты еще делаешь? Я еще занимаюсь пирсингом и могу сделать практически любой пирсинг. А какие-то косметические процедуры ты делаешь? Делаю только плазмолифтинг и мезотерапия. Какие сложные названия. Расскажи, что это такое? Плазмолифтинг заключается в том, чтобы взять собственную кровь, отделить все элементы крови от плазмы и плазму ввести в собственную кожу. Это же, наверное, тоже очень больно. Да, но ради красоты можно сделать. Так, а ценовая категория какая? Наверное, тоже дорого? Не знаю, потому что я занимаюсь этим только для себя и для друзей. Ну, а с друзей-то ты берешь деньги за это? Нет. Так, я остановлюсь в очередь на процедуру. Марина, есть ли у тебя хобби? Может быть, ты поешь, танцуешь или вышиваешь крестиком? Иногда я рисую и занимаюсь изготовлением различных украшений. Давай посмотрим на твои рисунки. Вот рисунки у нас. Природа, изображение цветов. Это очень старый рисунок. Очень оригинально, по-моему, да? Что-то такое напоминающее, как будто рисунок будущего. Я бы не сказала, что это рисунок с прошлого. Так, я еще смотрю, здесь очень много разных поделок красивых. Да. Это тоже твое хобби? Я очень люблю этим заниматься. Ну, не всегда находится свободное время. Когда есть свободное время, я всегда стараюсь уделять этому. Это очень кропотливая, трудоемкая работа, наверное, да? А из чего они все сделаны? Я смотрю, тут даже присутствуют камни драгоценные. Я делаю из камней, из кожи и из различной фурнитуры. Также из полимерной глины и с использованием бисера и фурнитуры. А ты сама в этом куда-то ходишь или ты делаешь для кого-то? Делаю в основном в подарок или для себя. Я не ношу в повседневной жизни, а только при каком-то случае. А это какой-то определенный стиль? Я бы не сказала, что это какой-то определенный стиль. Просто из фантазии беру я. А ты не подумывала над тем, что, например, может быть, открыть свой магазин? Я знаю, многие дизайнеры открывают магазины на ярмарке мастер-оу. Я бы, наверное, хотела открыть свой магазин, но, к сожалению, у меня не находится на это времени. Ну, это интернет-магазин. Ты можешь просто сфотографировать, выложить в интернет и спокойненько продавать. Я думаю, клиентов у тебя будет достаточно. Мне бывает жалко продавать свои работы. Я делаю только в подарок, либо для себя. Сережки я бы хотела подарить тебе. Они очень подходят твоему платью. Ой, отлично. Можно я прямо сейчас их одену? Нет, у меня как раз, я без сережек, да. Отлично. Мне кажется, очень к лицу. Подходит? Да, очень. Так, я смотрю, здесь лежит у тебя лента и корона. Расскажи нам, пожалуйста, что это и зачем? Это был конкурс Блондинка года 2017. А можешь ее одеть сейчас? Ты одевай и рассказывай, что это и откуда. Давай ленточку тоже. Как ее правильно? Слева, справа. Вот. Сразу другой человек. Ну, теперь рассказывай. Я участвовала в интернет-конкурсе Блондинка года 2017 и заслужила титул Miss Internet. И сколько же людей за тебя проголосовало? Точное количество не помню, но около 1200 человек. Ну, это хороший результат. Главное, что ты это заслужила. Также я знаю, что ты еще у нас с моделью ходишь по подиуму. Участвовала в Mercedes Fashion Week, а также на неделе моды в ювелирном доме Эстет. Это так? Да. А у каких дизайнеров? Стасия и Стасия и Портофиль. Давайте мы сейчас посмотрим, как это было. Марин, вот скажи, ведь медсестра и модель – это две несовместимые вещи. Как вот тебе такое вообще приходит в голову? Ну, я думаю, что с первого взгляда да, но при желании можно совместить. А на работе как относятся к твоему увлечению? Хорошо относятся. Меня никто не против. Начальник говорит, главное, чтобы ты свою работу выполняла правильно. А все остальное – свободное время, ты можешь заниматься чем хочешь. А бывают ситуации, например, вот у тебя показ какой-то, но ты в этот день работаешь? Да, бывают. Но для этого надо, чтобы меня заменили на работе. И как не, там, завистниц нет никаких у тебя сотрудниц? Скажет, вот она сейчас там по подиуму пойдет, а я буду здесь сидеть, колбочки перебирать, уколы делать. Нет, у меня такого нет. Все девочки очень хорошие на работе и всегда подменят. Ну, так же, как и я их тоже. Моделями они быть не собираются? Нет. А скажи, как у тебя на личном фронте? Ну, я пока не замужем, и детей у меня нет. Есть молодой человек. Ну, ты планируешь выходить замуж, заводить семью? Да, планирую, но не сразу. Пока еще. Ну, вот будет у тебя семья, будешь делать всем уколы, да? Ну, да. Я и так делаю. У меня и так есть племянник маленький, брат есть, мама. Ну, всегда. Угу. А домашние животные у тебя есть? Есть. Кошка и ящерица. А вот я вижу здесь рядом с тобой пакетик стоит, а что в нем находится? Вот как раз там ящерица. А можно посмотреть? Она не кусается? Да, она не кусается, так как у нее даже нет зубов. Потому что для меня ящерица это что-то вот такое огромное. Ну, такая маленькая. А можно ее подержать? Она не упадет у меня вообще? Нет. Ой, какая прелесть. Главное ее не отпускать. А что это за порода? Я слышала, что вот есть разные. Это геккон? Геккон, да. А где вообще они обитают? Поедем. Угу. А чем она питается? Она питается сверчками, как замороженными, так и живыми. А можно посмотреть? Кушаем червя. А сейчас она не хочет кушать? Может быть, ее покормить пора? Она не хочет кушать, потому что она сейчас в такой ситуации, что она уже ела, и едят они очень плохо. С ними надо сидеть до 40 минут, пока они не покушают. Угу. По-моему, ящерица в шоке, да? Она просто очень давно не была в гостях, она была только дома. Угу. Понятно. А как часто ее надо кормить? Это, наверное, такой сложный процесс, да? Да, достаточно сложный. Ну, раз в три дня примерно. Она ест, чаще не получается. Бедняжка. Долго переваривают еду. Угу. А вот кошка с ящерицей, они уживаются вместе? Она не охотится? То есть можно спокойно выпустить ящерицу, и кошка будет просто на нее смотреть? Нет, выпустить нельзя, потому что она может куда-нибудь убежать. А так... Так, она, по-моему, уже убегает. Так, иди к маме. Иди к маме. У нее большой домик есть дома, она в нем находится, и кошка туда не имеет доступа. Ладно. Кошке есть свои места. Таня, еще я приготовила для тебя один подарок. Это Барби пополнит твою коллекцию домашних кукол. Спасибо огромное, очень приятно, очень красивая, прям как я люблю. Огромное спасибо. Скажи, для чего ты хочешь измениться? Для того, чтобы примерить на себя новый образ, почувствовать себя как-то по-другому, и хочется что-нибудь нового. То есть работа медсестры довольно скучна для тебя? Я думаю, что да. И в дальнейшем я все-таки хочу поменять свою деятельность. Я уверена, что наш стилист, фотограф и дизайнер помогут тебе в этом. Я тоже в этом. Мы отправляемся в нашу сказочную волшебную комнату. Сегодня нашу героиню будет одевать дизайнер Вера Родионова. Я сейчас тоже одета в платье от Веры. Вера, во что мы сегодня оденем нашу героиню? Поскольку наша медсестра является еще и моделью, я решила примерить на нее свою новую работу. Это легкое воздушное платье из органзы, декорированное цветами, с довольно-таки откровенным вырезом и открытой стеной. Ну что, ты готова увидеть свой новый образ? Да, готова, только я немного волнуюсь. А почему ты волнуешься? Я не хотела тонкие брови, но надеюсь, что они будут выглядеть лучше. Хочу тебя заверить, у тебя потрясающие брови. Итак, зеркало в студию! Очень красиво! Спасибо! И струна! Да, классно! Субтитры сделал DimaTorzok Марина, в создании твоего образа принимали участие дизайнер Вера Родионова, стилист Елена Теплова и фотограф Людмила Борец. Скажи, тебе нравится твой новый образ? Да, очень нравится. Образ превзошел все мои ожидания. Спасибо вам большое за создание такого прекрасного образа. Я теперь чувствую себя очень счастливой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова